На дагестанский ужин пригласили воспитанников санаторной школы-интерната. Такой гостеприимный подарок детям решила сделать семья Абдул-Каримовых. Национальные дагестанские блюда попробовала и наша съемочная группа. Потом морковка и лук. Мы с ним вместе варим. Потом уже специи, потом уже воду наливаем, потом вода кипит и рис добавляем. Гостеприимная хапсат делится секретами дагестанского плова. В ее родном горном крае живут 14 народностей и еще 14 этнических групп. Поэтому понятие «дагестанская кухня» – это как цветная мозаика с сотнями мельчайших деталей. Из тыквы сейчас хочу готовить чуду. О, чуду? Чуду, да, вот сейчас здесь я. А это что такое? Это начинка. Начинка сейчас внутри ставится, потом там жарится. Чуду – одно из самых любимых и популярных блюд дагестанской кухни. Готовится оно, по словам хозяйки, быстро. Кроме тыквенной начинки можно использовать фруктовую, мясную или творожную. Чуду, хинкали, халтама – в каждом месте их готовят по-разному, используя местные секреты, ингредиенты и способы подачи. Вот и сегодня для маленьких гостей готовят любимые блюда Хасавюртовского района. Именно оттуда приехала семья Абдулкаримовых. По случаю жизни же мы попадаем везде где-то. Здесь наш земляк Ханов Гамзат живет, работает давно. Вот с ним созвонился. Он пригласил меня сюда, в принципе, тренировать детей. Так как в санаторной школе-интернате учатся дети, значит, стундры, многие приезжие, сироты, ну, чтобы им показать, какая у нас кухня, мы решили их пригласить в гости. На ужин к семье Абдулкаримовых пришли шесть ребятишек. Блюда дагестанской кухни съели за считанные минуты. Сегодня меня пригласили. Жалко, конечно, не холодно, а это же хорошо. Жалко, Ребеку, ночью гостей. Обрадовался? Да, я обрадовался. А какое блюдо ты уже попробовал? Плов. Понравился? Понравился. В следующий раз хозяева дома пообещали угостить их новыми блюдами. Любовь Пельмякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Абдулкаримов, Владислав Носкин. Абдулкаримов, Владислав Носкин, Телеканал «Север».